Самарская среда Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Когда обновится коммунальная инфраструктура в Куйбышевском районе Самары? Что построят в Самаре на месте демонтированных гаражей? Как отремонтировать свой двор с помощью программы по созданию комфортных условий для проживания граждан «Твой конструктор двора»? В нашей студии Алексей Крабков, глава администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Алексей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер. Взаимно. Скоро год, как вы возглавили Куйбышевский район. И год назад, когда вы вступали в должность, когда принимали дела, вы отмечали, что в районе значительно изношена коммунальная инфраструктура. В первую очередь это сети водоснабжения и канализации. Я понимаю, что проблема очень старая. Она ни одного, ни двух, ни пяти, ни десяти лет. Эта проблема, наверное, может быть, идет уже несколько десятков лет ей. За год решить ее невозможно. Тем не менее, за год. Что сделано для того, чтобы хотя бы начать ее решать? Да, правильно. Действительно, почти год назад, когда я вступил в должность главы администрации, я в числе прочих обозначал как одну из главных фундаментальных проблем. Это проблема изношенности сетей, проблема, в принципе, коммунальной инфраструктуры. Если конкретно говорить о сетях водоснабжения и водоотведения, то на сегодняшний день, наконец-то, появилось четкое понимание решения вообще одного из такого базового вопроса для всего Куйбышевского района. Это вопрос обеспечения холодным водоснабжением жителей района по качеству, абсолютно сопоставимым с тем качеством, которое обеспечено на территории других районов, на территории остальной части Самары. Мы говорим о том, что, наконец-то, долгожданная Волжская вода в Куйбышевский район может прийти. Давайте объясним, почему именно долгожданная Волжская вода. Потому что не все понимают, вообще, как устроена эта система, откуда берется вода для Куйбышевского района, ну, и откуда берется вода для других районов Самары, чтобы зрители понимали. Да. Ну, если говорить про Куйбышевский район конкретно, то основным источником водоснабжения является НФС номер 3, построенный в 99-м году, введенный в эксплуатацию. Основная вода, вернее, не основная, вся вода на этом источнике, вода из скважины. То есть не из Волги, как в остальных районах города, а из скважины. Есть еще ряд более мелких источников на территории Куйбышевского района, но все, в любом случае, это артезианская вода и скважин. Вот. Вот. Вопрос по качеству, он стоял всегда на протяжении всех этих лет для жителей Куйбышевского района, потому что по ряду параметров, скажем так, эта вода по качеству уступает той воде, которая из Волги, соответственно, через НФС-1, через НФС-2 обеспечивает жителей остальных районов Самары. И вот сейчас появилось совершенно конкретное, да, со сроками, с финансовым обеспечением решение этого вопроса. Это прокладка двух водоводов диаметром 1000 миллиметров от, ну, скажем так, материковой части Самары, от района привокзальной отопительной котельной. Это район улиц Клиническая, вот это Верхнекарьерная, Урицкого, по дну реки Самара, соответственно, до НФС-3, до того источника, откуда на сегодняшний день обеспечивается водоснабжение Куйбышевского района. После того, как вот эти водоводы протяженностью 7 километров будут проложены, соответственно, скважина будет законсервирована и станет резервной на случай, да, внештатных ситуаций. Основное водоснабжение пойдет как раз вот по этим водоводам из, ну, основной части города. Как я уже сказал, есть четкое понимание, да, как, в какие сроки, за счет каких средств это будет реализовано. Ну, вот, в честности, вчера на эту тему первый замглавы города Владимир Андреевич Василенко встречался и рассказывал об этом, да, о том, какие шаги уже предприняты и что будет в ближайшее время сделать, сделано инициативной группе жителей района. В частности, там были представители Волгаря, которые тоже очень часто поднимают и небезосновательно поднимают вопрос качества водоснабжения. Уже осенью этого года будет заказан проект на эти работы, и если все сложится хорошо, то к 23-му году вопрос водоснабжения будет решен. Вот. Общая стоимость этого проекта порядка двух миллиардов рублей, конечно, достаточно существенно. Это очень серьезные деньги. Да, но есть понимание. Дело в том, что на протяжении всех этих лет, да, вопрос, он двигался, решался, велись проработки различных альтернативных решений. И одним из решений альтернативных, да, которое, ну, соответственно, сейчас, да, ушло там на второй план, это была прокладка водовода протяженностью 45 километров от МФС-2. Естественно, ну, мы понимаем, да, протяженность 7 километров и 45, это совершенно другие объемы работ, совершенно другие объемы финансирования, совершенно другие сроки. И поэтому, вот, реализуя этот проект, действительно, возможно, в кратчайшие сроки, уже там, к 23-му году, очень острую проблему, проблему ни одного поколения жителей Куйбышского района решить раз и навсегда. Более того, там, с перспективой решения этого же вопроса для жителей Волжского района, для жителей Новокуйбышска, потому что это в перспективе, в том числе, межмуниципальный проект. Естественно, все это, проработка, да, этого проекта велась по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он, разумеется, в курсе вот этой вот острой проблемы, потому что еще там в бытность главы города он, естественно, ну, отлично знает город, понимает. И вот, как я сказал, да, осенью уже будет заказан проект, соответственно, год на проект и еще два года это на уже реализацию строительно-монтажной работы. Водоподготовка каким-то образом тоже будет проводиться, потому что воду можно получать, вот, 7 километров, но она будет уже в каком-то состоянии? Нет, естественно, как я уже сказал, качественные характеристики этой воды, они будут полностью соответствовать качественным характеристикам воды, которую имеют жители остальных районов нашего города. То есть в этом смысле Куйбышский район по качеству полностью сравняется с остальной Самарой. Канализация, еще одна история, тоже важная, сложная, потому что там тоже, скажем так, многие вещи когда-то очень-очень давно строились, ну, наверное, не идеально. Я бы так сказал, ну, вы это знаете лучше мне, вот расскажите об этом. Исторически тоже огромная проблема района – это сети канализации, особенно внутриквартальные сети канализации. Причин объективных очень много, это исторически, ну, да, есть такое шаблонное выражение «исторически сложилось». Ну, здесь действительно исторически сложилось, еще со второй половины 40-х, да, с 50-х, когда только зарождался Куйбышский район, параллельно со строительством Куйбышского нефтеперерабатывающего завода, который, собственно, и дал, да, жизнь Куйбышскому району. Да, старт району, да. С поселка Сотсгород, ну, 116-й километр, как мы его называем, сети канализации часто проектировались и строились, не, ну, скажем так, тогда решались в первую очередь другие задачи, да, то есть максимально быстрые сроки ввести достаточно большое количество жилья для рабочих, которые обеспечивали Куйбышский нефтеперерабатывающий завод. Вот часто сети строились, ну, как я сказал, не специализированными организациями, наспех, не учитывались, скажем так, не все вот инженерные решения были заложены на перспективу, там, не соблюдены уклоны и так далее. Все это, в конечном счете, привело к тому, а плюс прошли десятилетия, да, сети должным образом не эксплуатировались, не проводились плановые ремонты, не проводились перекладки. Все это привело к тому, что на сегодняшний день, да, мы часто наблюдаем и за ссоры на сетях канализации и, естественно, огромное количество обращений у нас от жителей к этому, к самой инфраструктурной проблеме самих сетей добавилась проблема последних лет, да, это некачественная работа определенных управляющих компаний, которые обслуживали этот фонд и, соответственно, в своей части тоже не занимались должным образом эксплуатации внутридомовых сетей. И, в общем, вот, наслоение этих проблем привело к тому, ну, что мы на сегодняшний день имеем. Часто приходится в аварийном режиме буквально, да, устранять эти проблемы. Но я хочу сказать, что здесь ресурсоснабжающая организация, да, которая обслуживает эти сети в районе, конечно, достаточно сложные у них условия работы, потому что, еще раз говорю, сети, ну, по большому счету достались им в таком состоянии, да, вот, аварийно они работают, но на сегодняшний день, вот, лично меня, как главу администрации и жителей, все-таки не устраивает в полной мере, как работа ведется, вот, не аварийная, да, работа устранения не аварийных каких-то ситуаций, а работа на перспективу. То есть работа, связанная с систематическим обслуживанием этих сетей, с перекладкой и так далее. Но такая проблема на сегодняшний день, мы ее, скажем так, на своем уровне постоянно будируем, решаем совместно с ресурсоснабжающими организациями, совместно с адекватными управляющими компаниями, которые тоже на территории района появились и продолжают появляться. Поэтому на сегодняшний день здесь работа ведется, но лично меня, да, темпы этой работы тоже не устраивают. Вот это вот действительно одна из таких серьезных болевых точек нашего района. Ну, в идеале, конечно, было бы вот тоже масштабная реконструкция, это вот если совсем в идеале. В идеале, да. Но мы понимаем, что здесь, скажем так, для того, чтобы масштабная реконструкция была произведена, возможностей водоотведения, ну, скажем так, для этого нужна, это достаточно такая капиталоемкая вещь, да, это, скажем так, нужна целая программа, рассчитанная на, там, годы вперед. Этой работой однозначно нужно заниматься, да, и мы со своей стороны всячески мотивируем, да, ресурсоснабжающую организацию в частности. Вот, но на сегодняшний день мы решаем вот наиболее острые здесь вопросы. Ну, понятно, тот вопрос, о котором мы только что говорили, о водоснабжении, и, слава богу, что он будет решаться, потому что это, конечно, самая острая проблема. Не все сразу, еще раз, вы правильно в самом начале отметили, что все эти проблемы имеют свои корни, там, десятки лет в прошлом. И, конечно, очень важно понимать, что Куйбышский район, ну, он исторически был самым окраинным районом, да, и, может быть, в сфере благоустройства, в сфере коммунальной инфраструктуры в прошлые периоды, да, не такое внимание ему было уделено, как центральным районам города, как, ну, в принципе, остальным восьми районам города, которые в том числе инфраструктурно очень здорово модернизировались, преобразились в период подготовки к чемпионату мира. Вот, поэтому сейчас очень важно действительно вплотную, в том числе, обратить внимание по этим инфраструктурным вопросам на Куйбышский район. Я хочу сказать, что есть полное понимание этого, того, что очень важно Куйбышскому району в этой части помогать и у городской администрации, и у областного правительства, и поэтому я уверен, в абсолютно обозримом будущем, то есть в горизонте, там, трех-пяти лет ситуация коренным образом в инфраструктуре, в инженерных сетях Куйбышского района будет меняться в лучшую сторону. Ну, я вижу, что вы, скажем так, нацелены на результат, просто и не намерены спокойно наблюдать вот эту историю. Олег Александрович, сейчас очень жарко, и самое время думать о зиме, думать о морозе. Вот как район готовится к зимнему периоду, который рано или поздно настанет? Да, сейчас самая, скажем так, активная фаза подготовительного этапа. В принципе, у нас, вот что касается вопросов отопления по району, каких-то таких глобальных проблем никогда не было. Вот в этой части более спокойная ситуация. Мы в плановом режиме готовимся, ресурсонабжающие организации, управляющие компании в своей части. Мы, как администрация района, управляющие компании, проверяем на готовность. У нас до 15 сентября все потребители тепловой энергии на территории района должны получить акты готовности к зиме. Мы здесь никаких принципиальных проблем не видим, все идет в плановом режиме. Но я еще хочу обратить внимание, вот вы сказали, что почти год уже я в должности главы администрации, и как раз год назад... Я когда готовился к эфиру, я на это обратил внимание, что, по сути дела, есть о чем говорить как раз. В конце августа я вступил в должность в прошлом году, и как раз я определял на тот момент три основные задачи на вот остаток года, 19-го. И среди вот этих трех основных акцентов как раз выделял, это уже был конец как раз подготовительного этапа к зиме, чтобы вкатиться плавно в зиму, без всяких проблем, и чтобы зиму пережить с точки зрения отопления абсолютно равномерно. Я хочу сказать, что... Я сейчас прошу прощения, у нас есть звонок, мне подсказывают. Давайте пообщаемся со зрителем, и затем продолжим. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире, и представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Николая Никистанова, я старший по дому по Бакинской 32, у меня вопрос такого порядка. Вот год назад, даже больше, с канализационных колодцев были украдены крышки. И вот представляете, все эти колодцы до сих пор открыты. Ничего себе. У нас и дети бегают, и все. Куда не обращалась, и даже к монетам, по водным технологиям обращалась, да? И вот это открыт у нас пожарные где-то, вот Гидран, даже в милицию ездил, на крышу обращался, чтобы хотя бы крышки здесь и все починить. Но все без толку. Вот хотелось, чтобы вы помогли все-таки с этими. Это же может в любой момент к любому ребенку проводиться. Около нашего дома 4 колодца открыты, 5-й около автомобильной стоянки. И будем говорить, где магнит, там в Бакинске 22, туда тоже все колодцы открыты. Ну, кто должен как-то, не знаю, куда ей подаваться. Помогите, пожалуйста. Все правильно, Николаевна. Да, это проблема. Ну, я хочу сказать, что эта проблема характерна, в принципе, для всех районов города. Вы имеете в виду, когда похищают крышки? Да, вопрос хищения крышек колодцев металлических, да? Но мы прекрасно понимаем, что с ними, в каких целях их похищают, да? Куда они в дальнейшем попадают и так далее. Это проблема даже, вот мы с коллегами из Новокуйбышска разговаривали, тоже у них там аналогичная. Но в Куйбышском районе объем этой проблемы, он очень большой. Только за последний год у нас пропало порядка 300 крышек. 300 крышек? 300 на территории, да, на территории Куйбышского района. Я систематически получаю обращения от людей и через социальные сети, и посредством письменных обращений по этой проблеме. Это не только касается водных технологий, это касается колодцев и других ресурсников. Вот, но, Нина Николаевна, обращаюсь к вам. Я услышал Бакинское 36А, услышал 4 колодца у вас открыты на территории. Мы, адрес мы зафиксировали, коллеги сейчас смотрят, эфир все записали. Ну, мы, в принципе, регулярно мониторим, конечно, эти адреса. Да, временное решение, да, в виде деревянных настилов однозначно будет в ближайшее время накрыто, потому что вопрос безопасности, я прекрасно понимаю, но это очевидно, да, что такое открыто и колыться, это очень страшно, да. Это первично надо устранять. Вот, вопрос установки с такой капитальной уже крышки, да, это вопрос ресурсоснабжающей организации. Мы с Юрием Александровичем Монетовым поговорим отдельно по этим адресам, но и вообще, в принципе, у нас на контроле, как я уже сказал, очень много адресов. И по 113-му километру у нас есть обещание. Ну, 300 крышек украли, это страшная цифра. Юрий Александрович, мы с вами обещали жителям 113-го километра, в частности, до 31-го июля все крышки установить. У нас уже сегодня 15-го июля, то есть две недели. И вот Бакинской 36А, да, однозначно, вопрос очень актуальный, очень острый, его однозначно будем решать. Ну, а, кстати, вот у меня мысль сейчас пришла в голову, я видел крышки, которые не металлические, а пластиковые, это возможно, это вообще эффективно, потому что ведь если те люди, которые похищают, они просто могут опять это украсть? Естественно, нет, есть решения такие вот, как раз, о которых вы говорите, да, то есть, убрать мотивацию тех людей, которые этим занимаются, в принципе, такие варианты есть. Вот, к сожалению, не у всех ресурсоснабжающих организаций должным образом сформирован аварийный запас таких крышек, хотя это абсолютно в корне неверно, но это как бы факт. И поэтому не всегда оперативно они могут производить вот эти вот замены, но в любом случае это не освобождает их от ответственности, что какие-то временные решения, как я сказал, да, поддоны там, деревянные настилы и так далее, вот. Вот, поэтому, да, решения альтернативные, не металлические, они тоже есть, но они тоже требуют закупок, требуют формирования аварийного запаса и так далее. Возвращаясь к теплу и к зиме, вот мы начали говорить о том, что все-таки в Кубышском районе эта проблема не такая острая, вот здесь как бы все более-менее в порядке, и вы уверены, что к осени подготовитесь, я правильно понимаю? Да, 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 однозначно. Вообще, отопительный сезон, это одна из, в принципе, несмотря на то, что плановая задача, да, она как бы не стратегическая, эта зима из года в год повторяется, это важнейший вопрос, то есть у нас и законодательство в этой части достаточно жесткое, мы просто не имеем права оставить без тепла наших людей. Год назад вы говорили также о том, что вас волнует качество работы управляющих компаний, точнее говоря, одной управляющей компанией, я сейчас не буду ее называть, если хотите, вы можете это сделать, но при этом я обратил внимание, что в районе ведь есть 15 управляющих компаний, выбор огромный. Уже 18. Значит, у меня старые данные, уже 18, ну потому что, на самом деле, это интересный бизнес, туда многие хотят прийти, это интересный, стабильный бизнес, и как бы это как раз тот самый малый бизнес, которым, ну, грех, на самом деле, не заниматься. Вот в связи с этим вопрос, за этот год вы что сделали, вы убедили руководство этой управляющей компании начать работать нормально, или вы помогли людям перейти в другие управляющие компании, потому что я сам менял управляющую компанию, и я знаю весь этот процесс. Он непростой, он сложный. Без поддержки администрации, без консультаций, без помощи, ну, мы не меняем, вот, с определенной периодичностью каждый год там управляющие компании, мы не знаем все тонкости, и просто в некоторых ситуациях, даже, откровенно говоря, становится страшно. Итак, вот, что вы сделали за год? Да, исторически Кубежский район, порядка 800 многоквартирных домов, и исторически практически одна управляющая компания была монополистом в Кубежском районе, обслуживала Кубежский ПЖРТ, еще старая, до того, как она была продана московским собственникам. Она обслуживала львиную часть вот из этого общего жилищного фонда, там, 667 многоквартирных домов у них было в управлении. Но они монополисты были здесь, да? Да, они были практически монополистами в этой части, вот, последние, там, два-два с половиной года, конечно, появилась такая очень острая проблема, связанная с хроническим непроведением никаких вообще ремонтных работ, более того, даже, там, по аварийным стали возникать вопросы, особенно, вот, в части кровель дырявых, в части подготовки, кстати, в том числе, да, к зиме, там, приходилось включать дополнительные, скажем так, рычаги воздействия на то, чтобы компания действительно выполняла свои обязательства перед собственниками. За год в общей сложности в другие управляющие организации, в самые разные, около 250 многоквартирных домов перешли. Из 600 с лишним. Да. Это очень прилично. Ну, там уже оставалось менее 600, да, на момент 2019 года, но тем не менее, да. В любом случае, на сегодняшний день, то есть, порядка 250, даже, там, побольше, естественно, администрация района, здесь очень такой тонкий, деликатный момент. Ну, конечно, это частная история. Да, конечно, история абсолютно частная. Взаимоотношения управляющей компании исключительно с собственниками жилых помещений, да, ну, и не жилых. Ну, это частный вопрос, абсолютно частный вопрос, согласен. Более того, понятно, что любое должностное лицо от администрации района, неважно, это глава или главный специалист, называя какую-то конкретную управляющую компанию, предлагая жителям для того, чтобы они ушли туда, это, естественно, вопросы, связанные там с лоббированием и прочее, 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 мы все прекрасно понимаем. Но, тем не менее, невозможно, во-первых, просто понимать, что такой объем жилищного фонда просто ветшает на глазах, да, стоят затопленные подвалы. Опять же, да, понимаем, что есть и без того там проблемы с инженерными сетями, когда еще и в доме компания не обслуживает должным образом. При этом люди деньги платят. Люди, естественно, систематически деньги платят. А, кстати, в Кубежском районе, ну, это тоже структура населения, мы все прекрасно знаем, что старшее поколение, оно у нас исторически самодисциплинированное с точки зрения оплаты как раз коммунальных платежей. Ну, да, они получают пенсию, в первую очередь платят за квартиру. Да, в первую очередь платят за квартиру, а качество никакого в ответ вообще не видят даже близко. И, значит, вот не предлагая какие-то конкретные компании людям, но, тем не менее, да, организационно помогая, где люди просили, обращались действительно за поддержкой, хотя бы, да, на уровне консультаций, каким образом правильно организовать собрание, каким образом правильно оформить протоколы, чисто процессуально даже, да. Чтобы деньги на счету дома не пропали. Конечно, как правильно обратиться в государственную жилищную инспекцию вот с этой инициативой и так далее. Какие вопросы задать управляющей компании, мне подсказывали в районной администрации. Что вынести в повестку, что вынести в повестку, собрание, естественно. И человек, который с этим профессионально не связан, никогда не сталкивался на практике, это нормально, что он не знает. Мы же не являемся специалистами во всех областях. Вот, и здесь, конечно, наша задача была максимально людям помогать. Я, как и пришел в первый же день, сказал, что я буду в этой части людям максимально помогать. Осталось, тем не менее, у нас более 200 домов на сегодняшний день в управлении. Управляющая компания этой же, она уже практически, там и в штате-то уже сотрудников не осталось по большому счету. И обязательства перед подрядными своими же организациями, обязательства перед собственниками практически не исполняются. Естественно, формальная сторона этого полностью нами отрабатывается, то есть направляются обращения в компетентные органы. Но я понимаю, что обращение обращениями, но тем не менее, и зима близкая, и все вопросы, связанные с людьми, они в любом случае приходят к нам, как в администрацию, обращениями. Алексей Александрович, не подсказывают, что есть звонок. Давайте примем звонок, и затем посмотрим сюжет, потому что времени осталось, оказывается, совсем немного. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, я Наталья Ивановна, в Копьевском районе проживаю. У меня вот такой вопрос. Я понимаю, что много всяких проблем, все это понятно. А вот еще меня интересуют тротуарные дороги. Это невозможно хранить на протяжении многих лет. И вот Бакинскую во дворах дорогу сделали, опять-то Бакинская 26-я. А по той стороне, где тротуарные, по той стороне, как сказать, не в подъездной, а в звании, там вообще ноги-то вам аж поделенные, идешь до администрации, тоже так же. Дальше там, конечно, сделали. Ну и вообще все тротуарные дорожки, обратите внимание. Наталья Ивановна, тоже справедливо. Вообще пешеходный, мы говорим коммунальная инфраструктура, пешеходная инфраструктура. Касаемо тротуаров, в этом году у нас 10 адресов внутриквартальных проездов вместе с тротуарами мы делаем. 10 адресов, казалось бы, да много это или мало, но я могу сказать, что в прошлом году их было там 7. И в любом случае у нас политика нацелена на то, что каждый год мы будем все больше и больше и больше количества адресов закрывать. И в части внутриквартальных проездов, и в части тротуаров. Что касается таких знаковых, да, на 116-м километре, благодаря поддержке Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, да, он выделил городской администрации средства, по сути спонсорские, да, на ремонт тротуара по улице Фасадной до Калининградской. Вы сейчас, наверное, видели, что там работы ведутся, да, то есть старый тротуар демонтирован. Вот, прошу немного потерпеть, и в этом году мы получим там нормальный, качественный тротуар. И вообще эта проблема систематически будет, темпы будем наращивать, больше, больше, больше тротуаров будем приводить в порядок. Ну, вот, просто очень схожий вопрос, да, комфортная городская среда, в рамках которой мы приводим в порядок наши дворы. Вот, кстати, давайте об этом сейчас и поговорим, потому что у нас осталось буквально три минуты. И вот очень кратко, как идет работа на территории района по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, твой конструктор двора и программа содействия. Да, губернаторский проект содействия. Губернаторский проект содействия, да. В этом году комфортная городская среда, мы всю бумажную работу, которая предшествует реальной физической строительной сезон, выполнили еще зимой до конца февраля. В марте уже расторговались, позволило нам все дворы, которые мы планировали, уже к концу мая завершить физически, еще даже лето не началось, да. У нас сложилась на торгах экономия, благодаря которой мы закроем еще несколько дворов. Да, ну, два двора у нас остается в этом году. В общей сложности по комфортной среде, благодаря поддержке региона, ну, естественно, федеральный бюджет, потому что этот нацпроект там участвует, мы в полтора раза больше дворов сделаем, чем в прошлом году. Проект содействия в прошлом году в Кубежском районе, в поселке Рубежное, мы реализовали самый крупный в Самарской области проект, вот в рамках содействия. Сделали отличную площадку, мультиплощадку там и детская, и спортивный комплекс, футбольное поле. В этом году мы там же продолжаем, ставим ограждения. И плюс на Сухой Самарке у нас еще одно тоже в рамках проекта содействия. И отдельно хотел бы сказать, что сквер Речников на Сухой Самарке, тоже знаковый объект для всей Сухой Самарки, сейчас активно ведется там работа. В этом году будет благоустроен фантастически красивое место. На берегу реки будет там организован сухой фонтан, вместо исторического, который там был. Отличная будет прогулочная зона для людей, причем не только для жителей Сухой Самарки, для жителей всего района. То есть такой очень локальный променад, отличное место, которое станет одним из символов нашего района. Вот если совсем коротко об этих проектах. Алексей Александрович, к сожалению, время, программа подошло к концу. Ваша энергия просто подкупает. Я обязательно приеду в этот парк, обязательно в этот район, посмотрю то, что вы там сделали. Ну и я искренне надеюсь, что в ближайшее время ваш район под вашим руководством станет намного лучше. Большое спасибо вам и большое спасибо жителям за поддержку. Я ее очень чувствую. Напоминаю, в нашей студии был Алексей Коробков, глава администрации Кубышевского внутри городского округа Самара. Удачи в делах, берегите себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok